Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас не просто из прекрасной Венеции, а из карнавальной Венеции. Мы утеплились каждый как мог, учитывая также тот простой факт, что день был очень солнечный, очень располагающий к хорошему настроению и к легкой одежде, но нет-нет-нет. Венеция всегда достаточно прохладно, Венеция это город рядом с водой, поэтому ветерок, бриз, а также прохлада, а также очень узкие улицы, которые, ну, практически не прогреваются, не освещаются, не имеют возможности воздух там прогреться, поэтому имейте в виду, утеплиться стоит, даже если кажется, что очень-очень тепло, и, возможно, в других городах действительно будет гораздо теплее. Ну что ж, я нахожусь прямо-таки на вокзальной станции, и это удивительно, но факт, я всегда нахожу здесь огромное количество стритстайлеров. Вообще, я обратила внимание на то, что вопреки моему собственному мнению, которое у меня имелось когда-то, я думала, что когда я еду путешествовать, я должна надеть что-нибудь похуже, не просто поудобнее, а именно похуже, прямо-таки, чтобы не жалко было где-то посидеть. В то время как итальянцы одеваются совершенно иначе. Итальянские туристы, их очень легко заметить и увидеть, мужчины, как правило, будут в пальто и даже в брюках со стрелками, конечно же, это будет какой-то casual вариант, закомпонованный очень умело, как умеют делать итальянские модники, а женщины, они, как правило, будут одеты тоже, но если уж не в платье, то в определенной ансамбле, которые нам, среднестатистическому туристу из России, не покажутся никак удобными для посещения такого крупного, такого интересного города. Но, тем не менее, если вы собираетесь в Италию, это самый лучший способ, что называется, принарядиться, выгулять свои красивые вещи, красивую одежду, потому что Италия очень чистая страна. Италия – это страна, где принято красиво наряжаться, одеваться, точнее, красиво одеваться, наряжаться для обычной прогулки. Как пишут мне часто мои зрители, у меня даже есть видео на канале, где я рассказывала о том, как стоит одеться, если вы приезжаете в туристическую поездку, как раз-таки в Италию, на экскурсионный отдых. И многие мне написали, Яна, ваши советы действительно работают, а советы были очень-очень простые. Надевайте красивую одежду, берите с собой красивую одежду. Поэтому венецианский фридстайл для меня всегда особенно ценен и интересен именно тем, что, да, я понимаю, люди приезжают, во-первых, не очень комфортный климатический город, потому что здесь все-таки очень сыро, очень ветрено и очень прохладно, тогда, когда в других городах уже достаточно комфортная погода. И также это все-таки город, по которому ты очень-очень много ходишь пешком. Ты устаешь, поэтому обувь должна быть определенная. Но тем не менее, большинство людей одеты очень и очень красиво. И большинство людей это все-таки как раз-таки сами итальянцы, которые приезжают в этот город. Иногда за несколько часов они садятся на поезд и за несколько часов пути приезжают в этот прекрасный город. Я на самом деле говорила, что это то, чему я научилась здесь в Италии. Просто садиться в машину, садиться в поезд, садиться в автобус и ехать куда-то, где красиво, где приятно прогуляться. Садиться в машину. Садиться в машину. Есть мнение, которое, я считаю, очень-очень повредило женщине с постсоветского пространства. Это мнение о том, что только русские женщины ходят на каблуках. Нет, если вы видите женщину на каблуках в итальянском городе, скорее всего, это итальянка. И, скорее всего, это местный житель итальянка. Только они могут позволить себе каблук, тонкий каблук, высокий каблук. И могу сказать, что итальянки любят каблуки, но носят их редко, потому что это не очень удобно. И могу со всей ответственностью утверждать, что если вы русская женщина, русскоязычная женщина, и вы надели каблук в италии, и на вас, о боже, все смотрят и все оглядываются и обращают очень-очень много внимания, поверьте мне, это внимание позитивное, потому что каблук это секси, каблук это женственно, каблук это красиво. И те, кто знают мой канал больше, чем год по времени, прекрасно помнят, что всегда раньше семьей я выезжала и была на каблуке. Возможно, это был толстый каблук, но это был высокий каблук, 12 см совершенно точно. Сейчас я все реже и реже на каблуке, потому что я снимаю стрит-стайл. И в определенный момент, чтобы кадр был красивый, чтобы за кадром, точнее за объектом съемки можно было проследить, мне приходится очень сильно отклоняться назад, из-за чего у меня, помимо того, что болят ноги, я много стою, много хожу и очень сильно ускоряюсь за своими прекрасными модными представителями стрит-стайла. Я на самом деле, еще отклоняясь назад, получаю к концу своей трехчасовой рабочей съемки достаточно сильную боль в спине, поэтому каблуки я не ношу, хотя очень-очень их люблю. Если вы имеете возможность в итальянском городе прогуляться на каблуках, даже если не вечернее время, обязательно это сделайте. Уже неоднократно я обращала внимание на то, как красиво смотрится пальто вот с такими сапогами. Я эти сапоги называю а-ля жакейские, но это сапоги также а-ля солдатские. И очень красиво смотрится, на самом деле такой силуэт уже из сезона в сезон, из холодного сезона в холодный сезон предлагают нам Максмара. Можете зайти на любой сайт русскоязычный официальный Максмара, французский сайт, итальянский сайт maxmara.it, либо maxmara.com. И вы увидите пальто вот с такими сапогами, очень и очень красиво смотрится, плюс это очень и очень тепло. Я также говорила, что особенностью итальянских модниц является то, что такие сапоги они носят, когда в общем-то не холодно. Они любят подобные сапоги с открытыми коленками, как я говорю, и с короткими юбками. А вот зимой они предпочитают действительно открытые щеколотки и низкую обувь и укороченные брюки. Продолжение следует... Возможно, кто-то не видел видео, где я говорила о тенденциях и о трендах. И что же, здесь в Венеции мы снова видим, что каблук, он либо возвращается, либо просто становится очень и очень популярным. И я считаю, что да, женственная обувь на каблуке достаточно высоким, достаточно непривычно высоким, потому что в последнее время мы все носили удобную обувь на так называемом плоском ходу. И большинство из нас носило удобную спортивную обувь на плоском ходу, конечно же. Я считаю, что каблук возвратится на улицы всех городов, на улицы модных городов прежде всего, с огромным триумфом. Я думаю, что он будет очень и очень популярен. Редкое, но очень выигрышное сочетание деним плюс деним. И также деним прекрасно сочетается с бежевым любого оттенка. Более насыщенный бежевый, уходящий в жженую карамель. Более прохладный бежевый, менее интенсивный. Это очень и очень выгодное сочетание деним плюс бежевый. Ну и, конечно же, на черной водолазке красный шейный платок. Это смотрелось, на мой взгляд, шикарно. В период карнавала очень многие венецианцы, местные жители, но и также приезжие туристы, либо жители близлежащих городов наряжаются и ходят в карнавальных костюмах по Венеции, ну и также по любым другим городам. С ними принято фотографироваться, и вы должны знать, что это совершенно бесплатно. Это такие же гуляющие, это такие же прохожие, как мы с вами. Просто принято здесь, в Италии, вот таким образом проводить именно карнавал, а точнее предкарнавальные недели. Соответственно, если вы встречаете такого человека, либо таких персонажей, либо такую группу одетую очень красиво, вы можете с ними сфотографироваться. Это даже будет неким комплиментом в их сторону. Я не устаю показывать ботфорты, не потому что когда-то я получила огромное количество критики за ботфорты, а потому что ботфорты это очень удобная женская обувь и очень красивая. И здесь, в Италии, ее носят модницы всех возрастов. Ну что ж, дорогие зрители, впереди очень много всего интересного. Мне хватит, наверное, на три ролика отснятого материала. Увидимся с вами очень-очень скоро. Стридстайл в Венеции он очень интересный. Потому что это еще один способ убедиться в том, что когда мы хотим нарядиться, нам ничто не мешает это сделать. Даже многочасовая предстоящая прогулка, тем более в таком красивом месте, как итальянский город. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.